Добрый вечер, Гомель! И вновь в нашей программе интересные собеседники и актуальные темы. И тема Малая Родина – одна из них. Мы узнаем и рассказываем о событиях из истории нашего города, Гомельского района, Гомельской области и, безусловно, о людях, которым судьба родных мест и жизнь в них не безразлична. Наша программа интерактивная. Вы можете набрать номер 34 22 43, позвонить к нам в студию и пообщаться, рассказать о вашей Малой Родине и рассказать, почему она вам дорога. Вы можете использовать переписку Viber. Пишите нам номер, вы видите на экранах. Пожалуйста, мы зачитаем все ваши сообщения по теме сегодняшней программы. Ну а сейчас я хочу познакомить вас с историком-краеведом Юрием Панковым. Он научный сотрудник музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер, Елена. Мы разговариваем о Малой Родине буквально каждую среду, иногда даже по понедельникам. А где ваша Малая Родина? Так получилось, что моя Малая Родина – это город Гомель. Я родился здесь, вырос, ну и живу до сегодняшних дней в городе Гомель, а именно в советском районе. То есть для меня Малая Родина – это советский район города Гомель. Советский район. Скажите, пожалуйста, а улица, вот сориентируйте нам, нас, где самые родные ваши места? Конечно, самые родные – это проспект Октября, но сейчас уже одним из родных уголков района – это улица Пенеськова. Шведская горка, микрорайон. Ну, Шведская горка, относительно новый район. Ну и проспект Октября, там тоже многоэтажная застройка, да? То есть вы многоэтажки. Да, относительно иного района, но и относительно один из самых старых, потому что Шведская горка – это такое археологическое место, то есть там находится, названо по названию городище, то есть урочище Шведская горка. Городище там находится раннего Железного века. То есть люди уже жили там очень-очень давно. Ну, сориентируйте по отрезку времени, да, как очень-очень-очень, но много. Да, много, почти полторы тысячи. Полторы тысячи лет тому назад. Да. Юрий, вы всегда были таким любознательным, интересующимся? Или это уже учеба в школе и годы в университете, скажем так, привили вот эту потребность что-то узнавать, докапываться до сути вещей? У меня такое ощущение, что я уже родился и начал всем интересоваться. Мне было очень все интересно, любознательно. Когда я пошел в школу, еще начал больше интересоваться, в старших классах еще больше интересоваться. И, соответственно, все это вылилось в поступление на исторический факультет Гомельский, который я окончил и, собственно, продолжил сферу исторических исследований уже в музее Гомельска Дворцового парка в ансамбле. Хорошо. Скажите, а как для вас, вот как долго для вас, человека, любознательного, с раннего детства, как вы сказали, да, оставались загадкой, ну, какие-то факты о том месте, где вы жили? Вот вы интересовались, почему проспект Октября, когда были построены эти пятиэтажки или девятиэтажки, почему шведская горка и так далее? Получается, да, интересовался. Ну, тут все своим ходом происходило. Получается, построили дом, мы туда вселились, следовательно, я с самого детства знал, когда построили мой дом. Почему улицу называли проспект Октября, тоже все становится понятно, если знаю, какие события происходили, например, в 17-м году все знали про Октябрьскую революцию, поэтому и проспект Октября назвали в честь... Ну, может быть, в какой-то годовщине был построен проспект Октября? Конечно же, не скажу так, что в годовщине построили проспект, он застраивался в различные годы, а вот улицу, конечно же, назвали в очередную годовщину юбилей Октябрьской революции, потому что часть проспекта Октября – это часть современной улицы Быховской. Раньше-то она по-другому называлась. Небольшой отрезок совсем остался уже за кольцом улица Быховская, а сюда пошел проспект Октября. Кстати, вот проспект, казалось бы, такой широкая, достаточно грандиозная такая улица должна быть. Да, соответствует проспект своему названию? Знаете, на те времена, думаю, соответствовало. Сегодня уже немножко поменьше стало. То есть с развитием транспорта. Тогда это вполне была широкая улица. Юрий, у нас в передаче обязательно есть вопрос эфира. Я знаю, что вы подготовили для гомельчан такой вопрос. Давайте попробуем. Приоткроем тайну. Я скажу, что Юрий очень интересуется событиями, происходящими в пору Великой Отечественной войны в Гомеле, да, и архитектурой города Гомеля. Да, мне интересно. Старая архитектура города. Поэтому и вопросы будут соответствующие. Вопрос – это будет, собственно, фотография, да? Попросим режиссера вывести первую фотографию на экран. Обратите внимание и задавайте ваш вопрос. На фотографии очень даже место известное с одной стороны. Улица центральная абсолютно. Часть домов сохранилась. Эта фотография датируется 43-44 годом, как раз-таки после освобождения города Гомеля от немцев. Что ж, зрители, попробуйте угадать, что это за место. Что это за улица? Да, что это за улица. Она находится в центре. Да, в центре города. 34-22-43 номер нашего телефона. Звоните, пожалуйста. Предлагайте ваши варианты ответов. Ну, а тому человеку, который первым ответит правильно на вопрос, поставленный Юрием Панковым, тому человеку достанется пригласительный билет в музей истории города Гомеля. На две персоны. Продолжаем наш разговор в студии. Юрий, скажите, а что именно побудило ваш такой интерес к истории, к наследию предков? Почему вообще возникла вот такая тяга к изучению фактов, раритетов? Опять же, так случилось. В детстве любил рассматривать различные книжки, читал, смотрел телепередачи, документальные, художественные фильмы на историческую тематику. В самом раннем детстве мне мама приносила журнал белорусский, детский, назывался «Веселка», если я не ошибаюсь. И там были в конце этого журнала очень интересные комиксы, связанные на историческую тематику, именно историю Белоруссии, раннюю историю Белоруссии. Они были очень качественные. Я думаю, если бы сегодня такие издавали, это было тоже очень даже хорошо. Вот именно они и начали меня побуждать к изучению исторических фактов, к историческому прошлому. Ну, мне кажется, читают и сегодня дети журналы, но все же больше планшетом пользуются и телефоном. Там было очень качество. А вот оказывается «Веселка», не исключено, что и сегодня в ней печатаются достаточно приличные комиксы, как вы говорите, и ребусы, и загадки. Такого я уже давно не встречал, скажу честно. А вы просматриваете «Веселку» до сих пор? Сейчас уже не просматриваю, но другие же-то издания есть, какие-то журналы, такого я еще не видел. Ну, вот родителей всех отправляем к «Веселке». Такая небольшая реклама. Пусть поинтересуются, и, возможно, это будет очень полезно для их детей. Юрий, у нас есть ответ на вопрос. Уже так быстро? Да, есть у нас телефонный звонок. Давайте слушать. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите чуть громче. Вас зовут? Анатолий. Очень приятно, Анатолий. Вы внимательно смотрели на экран в то время, когда Юрий задавал вопрос, и узнали эту улицу? Ну да, но у меня два варианта только. Ну, давайте оба варианта, а потом скажите, на чем вы остановитесь. Режиссер вывела вновь фотографию на экран. Пожалуйста, Анатолий. Ну вот у меня два варианта. Это, я думаю, или проспект Ленина, или Советская. Или проспект Ленина, или Советская. Анатолий, а что вас подтолкнуло... Ну вот эти именно старые здания, которые идут в начале Советской и по проспекту Ленина. Ага. Начало Советской или проспекта Ленина. Да. А может еще подумаете? То есть где-то истина, где-то рядом. Истина посередине, я вам так подскажу. Так, сходу, Анатолий. Хорошо, пока вы размышляете, скажите, а ваша малая родина, Гомель? Тоже Гомель. И тоже Советский район. И тоже Советский район. Скажите, пожалуйста, где вы в Советском районе больше всего любите гулять? Куда ведете гостей города? Ну, там же, где я живу, это район-фестиваль, парк фестивальный. Прекрасное место, прекрасно. Ну, а если бываете в центре, то гостей города или Беларуси куда обязательно ведете? Ну, самое знаменитое место – это парк. Любите сами бывать там? Ну, не всегда, но бывает иногда. Спасибо вам за ваши ответы. Третья версия не родилась? Истина, где-то посередине, я вам подскажу. Анатолий подумает и, возможно, перезвонит нам еще раз. Хорошего вечера вам, Анатолий. Мы продолжаем беседу в студии. В каком направлении исторической науки вам, Юрий, интересно развиваться сейчас? Сейчас у меня несколько тем, которые меня интересуют. Это город Гомеле в период Великой Отечественной войны. Также мне интересен, как ни странно, город Гомеле в 17 веке. И, собственно, архитектура города. Ну, мне кажется, такие разноплановые направления, да? Или они все же связаны как-то? Связаны ты, конечно же, история города, история Гомеля. Но почему разноплановые? Во-первых, мне со школы, уже в школе начала интересоваться историей войны, Великой Отечественной, Второй мировой войны. Так получалось, что как раз-таки, когда я оканчивал школу, вели курс ВОВ, Великой Отечественной войны, вот только-только вели. И так как я много знал, у меня учителя истории просили, давай выходи к доске, расскажи. Вместо меня проведешь урок без ничего, я выходил к доске. Высов был? Да, это был вызов, я выходил к доске и без учебника рассказывал всем своим одноклассникам. Какие-то интересные факты. На весь урок. А где же черпали информацию в то время? Опять же, книжки. Я как раз-таки в конце школы стал увлекаться интеллектуальными играми, играл что-то и когда. Мы ездили в различные турниры по городам Беларуси, успевал постоянно забегать в книжный магазин и покупал себе какую-нибудь историческую книжку, потому что домой приезжал и читал ее. И оттуда черпалась информация, также документальные фильмы, различные статьи. Читал, 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 и все эти знания скапливались вместе. И хотелось предоставить эту добытую информацию. Мог поделиться. А затем уже, когда поступил в университет, пошел к замечательному человеку, к Олегу Анатольевичу Макушникову, как студент, писал у него и курсовая работа, и диплом. И мне заинтересовала история древняя, древнего Гомеля. Именно Олег Анатольевич Макушников побудил меня к истории города периода XVII века, показав всего лишь небольшой артефакт. Какой? Фрагмент изразца, найденный в Гомеле, с изображением герба. И мы сначала начали изучать именно изразцы геральдические Гомеля и Гомельщины, а потом это переросло к исследованию рода, то есть людей, которым принадлежал этот изразец, которые руководили городом Гомелем в XVIII веке. И в итоге это вышло уже в исследование, магистрскую диссертацию. Затем эта диссертация пошла на республиканский конкурс, где я заняла диплом первой степени, потом меня включили в базу одаренной молодежи. Очень здорово. Ради одного предмета человек смог побудить меня, Олег Анатольевич, большая ему благодарность за это, к изучению именно истории родного города. К углубленной изучению. Вот благодаря кропотливой исследовательской работе, благодаря, может быть, изысканиям, я бы так сказала даже, любителей краеведов, ведь когда-то же вы тоже были любителем, да, школьникам-любителем, миру открываются невероятные факты. Находятся какие-то интересные вещи, иногда на чердаках у гомельчан. Ведь правда, я знаю, что вы таких фактов и истории знаете немало. Расскажите. Да, есть много таких небольших подтверждений. Даже эти мелкие детали, они впоследствии уже рождают целую картину. И тут достаточно просто погулять по городу, по закоулкам. Вот бывает такое, что идешь по какой-то улице, далекая от центра города, видишь столб, а столб подпирает шпала. Шпала подпирает, присматриваясь к шпале, там написано 1898 год. Рязань. Или из надписи на немецком. То есть это уже даже такой небольшой артефакт городской старины, он уже притягивает к себе. Или различные надписи на домах. У нас есть архитектурное сооружение, которое оставили в себе следы Великой Отечественной войны. Это дом по Советской, 99, где на стене есть следы пуль. Это башня обозрения в парке. Вот вы подойдите со стороны реки Сош, она вся в осколках. Вот это бывшая труба сахарного завода? Да, она вся в осколках времен Великой Отечественной войны. Даже если подойти к усыпальнице со стороны реки, хоть там ничего не видно, но переход мрамора, там есть небольшие светлые пятна. То есть это также следы от осколков времен войны. А также откуда у нас черпается информация? Сегодня уже в сети интернет различные библиотеки, музеи, архивы выкладывают в открытый доступ ранее неизвестную информацию. Это газеты, журналы, книжки. От листа их находится много интересных изображений, сведений. Также в той же «Полецкой правде», сегодня это «Гомельская правда» в газетах 20-30-х годов, мы находим фотографии изданий, которые до этого были неизвестны, но которые тогда очень мелькали в городе. По фотографиям времен Великой Отечественной войны с фотографированными немецкими солдатами, когда в годы оккупации почти у каждого немца, наверное, был фотоаппарат, они ходили по городу, все фотографировали, потом это все разрушили, но зато сохранилось визуальное. Визуальные источники сохранились, которые показывают, как выглядели. Как это было, как это выглядело. Они даже фиксировали, они взрывали дома, представляете? То есть не просто город снимали, они даже фотографировали, как они его уничтожали. То есть это, собственно, доказательство. Но это, знаете, подобно тому, как сейчас, вот если что происходит, все снимают на телефон. Да, тогда тоже только не на телефон, а уже на свои фотоаппараты. Тогда были другие средства технические. Ничего не боялись, все фотографировали. Сегодня это находится, мы обнаруживаем и дополняем, собственно, те сведения, исторические знания, которые недоступны были или были неизвестны, или скрыты до сегодняшних дней. Юрий, у нас есть ответ, попытка, очередная версия. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятный и какой-то знакомый голос, как мне кажется. Вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Дмитрий, очень приятно. Дмитрий, ваша малая родина, Гомель? Конечно. Гомель. Гомель. Хорошо. Где вы живете, в каком районе? Советский. Советский. Вот видите, у нас сегодня все из советского района собрались. Очень приятно, Дмитрий. Вы видите фотографию на экране, у вас есть версия, что же это за улица. Фотография 43-44 года, да? Да. У меня тоже два варианта. Так, давайте. Кирова или Пушкина. Первое я не расслышала? Кирова. Кирова или Пушкина. Кирова или Пушкина. Ну а если Пушкина, вот предположим Пушкина, то какое место на Пушкина вы здесь видите? На Пушкина это будет где музей военный примерно там. А, я поняла. Музей военной славы, да? Вы так думаете. Вас натолкнула на такие мысли именно вот архитектура, да? Дома эти. Да, да. Ну что, Юрий, ответ Дмитрия верен ли? К сожалению, нет. Ну, опять же... Ну, можем подсказать, опять подскажем, что это все-таки не советский район точно. Так. И опять же, снова та же самая подсказка между Советской и проспектом Ленина. Да, вот такая. Вот такая подсказка. Вот на этой фотографии виден фрагмент проспекта Ленина. Здание, которое даже сохранилось до сегодняшней книги. Ну, это уже откровенная подсказка, Юрий. Ну, что ж. Ну, Дмитрий уже с нами не на связи, но есть шанс позвонить еще. Уважаемые телезрители, 342243, звоните нам, пожалуйста, отвечайте на вопрос, узнавайте, что же это за улица. На снимке Гомель 43-го года. Поговорим о том, как неожиданные находки и фотографии способны восполнить пробелы истории. Поговорить о малой родине приглашаем мы каждую среду сегодня в программе «Добрый вечер, Гомель» историк-краевед Юрий Панков. И прямо сейчас о том, как неожиданные находки и фотографии, которые сегодня стали доступны ученым, способны восполнить пробелы истории. Юрий, военная история Гомеля – это одно из тех направлений, которые вас интересуют. Какие даты, факты, какие объекты города связаны с этим очень тяжелым периодом истории? Ну, должен знать обязательно каждый гомельчанин. Я думаю, что обязательно нужно знать, по крайней мере, одну дату, связанную с Гомелем период Великой Честной войны, это 26 ноября 1943 года, когда наша армия освободила город. Это главная дата, которую нужно знать, даже если тебя разбудить во сне. Спросить, когда освободили Гомель, 26 ноября 1943 года. Эту дату, да, туда. Эту дату нужно знать. Что касается объектов, также есть целый ряд архитектурных домов, памятников, которые следует помнить, чтить. В советские годы был даже список этих всех мест. Их носили, охраняло государство, ставили мемориальные доски. Часть из этих домов и братских могил позже уже включили в список историко-культурных ценностей, но, к сожалению, почему-то не все включили. Поэтому те дома нужно тоже знать. Ну, несколько назовите, пожалуйста. Первым по улице Лиханова сохранился дом деревянный. Он был построен еще в конце 19 века. Вот во время войны в нем находились подпольщики. Была явочная квартира подпольщиков Бородина. Причем самое интересное, что рядом с штаб-квартирой подпольщиков Бородина находилась СД немецкая. То есть здание СД, оно также сохранилось. Про него мало кто, к сожалению, знает. Это такое страшное место для любого гомельчанина тех лет. Находилось оно... До войны там было, вроде бы, если не ошибаюсь, детский сад. А сегодня там известно, но как Арифлейм. Это часть детского сада, бывшее конструктивистское здание. Вот оно сохранилось. Там в годы войны находилось СД. Представляете, подпольщики рядом. Так все близко находилось. Ну, это, наверное, специально было сделано. Хотя, почему специально? Бородин жил на улице Приханова, это его улица была. То есть его родной дом. Ну, знаете, как говорят, если хочешь надежно спрятать, положи на видное место. Точно так же и здесь, видимо, сработала, может быть, интуиция, подсказка. Вот. Юрий, у нас есть телефонный звонок. Очередной ответ. Очередная версия нашего телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена. Очень приятно, Елена. Вы узнали место на фотографии, что за улица изображена? Ну, можно предположить, что это или крестьянская, или первомайская. Крестьянская или первомайская. Смотрите, Елена. Давайте вот, ну, дама позвонила, да, такую легкую подсказочку. Вот этот уклончик немножко вниз, вас не наталкивает на мысли определенные? Смотрите, вот чуть-чуть вниз. Вот изгиб такой улицы. Сама улица небольшая. Первомайская, наверное, значит. Нет, давайте исключим ваши версии. Вот прям в прямом эфире давайте. Вы проходите проверку прямым эфиром. Вспомните подсказки мои. Между, ну, сейчас переберут и Комсомольскую, и все что угодно. И, смотрите, между проспектом Ленина. Она маленькая улица. И Советской. Маленькая улица, коротенькая улица. И вот чуть-чуть вниз идет. От Советской к проспекту чуть-чуть вниз. Жарковского, что ли? Нет, Елена, не Жарковского. Как жаль. Ее угадали. Ничего страшного. Вы досмотрите до финала программу. Ответ-то все равно будет. Скажите, пожалуйста, а вы гомельчанка? Ну, я гомельчанка сейчас, но не коренная гомельчанка. А где родились? Родилась в Реческом районе. Прекрасно. Реческий район, замечательный. Деревенька, село, поселок. Да-да, совершенно верно. Не хотите называть? Ну, тогда всему Реческому району привет. Мы обязательно в какую-нибудь программу, в очередной выпуск пригласим представителей Реческого района. Возможно, и вы увидите знакомые лица. Спасибо вам за ваши варианты. Пока мы не назвали правильный ответ, но очень надеемся. Поэтому 34-22-43 звоните, уважаемые телезрители. Улиц осталось меньше, да. Чтобы угадать. Да, улиц осталось меньше, сказал Юрий. И мы продолжаем об объектах, связанных... Продолжаем разговор об объектах гомеля, связанных с Великой Отечественной войной. Я еще хотела спросить. Вы называли дом Советская 99. Да. Сориентируйте нас, пожалуйста, что это за здание, чтобы, ну, буквально завтра, может быть, кто-то из гомельчан подойдет рассмотреть. Когда-то, еще до войны, это здание принадлежало аэродрому, который находился вот рядом с улицей Советской. Строили его, скорее всего, для офицеров. Находится здание рядом с пересечением Советской и Малой Чайка с одной стороны и Советской и Шилово с другой стороны. Такое красное здание. Красный кирпичный дом живой, да? Да, красный кирпичный дом. И на нем остались следы... Следы от пуль. От пуль. Как высоко от земли? Куда смотреть? Не так, в принципе, и высоко. Метра два, два с половиной. То есть даже, скажем так, человек далекий от истории, далекий от исследований найдет эти следы? Можно подойти, причем к фасаду, которая со стороны улицы Советской подойти. Спасибо. Показывает период боев, начальных боев 41-го года за город Гомель. Благодарим за подсказки. Юрий, есть еще одна версия телезрительская. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы коренной гомельчанин. Как вас называть? Можно сказать так. Ваше имя? Игорь. Игорь, очень приятно. А вы узнали эту улицу? Узнал, это улица Трудовая. Ура! Ура, Игорь. Вы правы, да? Конечно. Это улица Трудовая. Спасибо вам за ответ, Игорь. Не могу не спросить. А вы в каком районе живете? Костюковка. О, Костюковка. Очень приятно. Как давно, кстати, Костюковка стала, ну вот таким, ну не то, что пригородом, да, а таким серьезным населенным центром? Костюковка, между прочим, поселок всегда был железнодорожным районом. Так. Там есть две Костюковки. Есть деревня Костюковка, а есть поселок Костюковка. Угу. А какие-нибудь интересные факты о Костюковке знаете? Ну, вот коллега вам может рассказать, что это крупный узел у любого Роменской железной дороги был в 19 веке. Вот, сама Костюковка. Ну, а поселок строился, когда стеклозавод строился. Спасибо вам большое. Как, какие молодцы гомельчане и жители Костюковки в том числе. Благодарим вас за информацию. Костюковка тоже достойна отдельной передачи. Очень приятно, что жители Костюковки знают, что Костюковка была в составе города Гомеля уже очень давно. То есть уже в 35-м году Костюковка вошла в состав города Гомеля. Очень интересно. Да. Как давно вы для себя открыли вот эту тему военную, так? И как давно вы открыли для себя фотографии, как источник информации, дополняющей ваши интересы, ваши запросы? Про то, когда я стал ввлекаться историей именно войны, я вам уже говорил, еще со школьных лет. И примерно уже как только начал оканчивать школу, мне стали интересны фотографии города Гомеля. Сначала было интересно просто фотографии времен войны, интересные исторические фотографии. А что именно было интересно? Вот эти детали? Детали. Мне нравились детали именно. Не просто какой-то общий фон, известная фотография, а именно какие-то неизвестные стали фотографии города. Сначала искал в книжках, затем появился интернет. Оттуда я уже вышел на интернет-аукционы, где появлялись совершенно неизвестные фотографии. Я их сохранял себе на компьютере, рассматривал, пытался. Тогда уже как раз таки появился интерес, а что же это за место такое, где это было снято, начал искать. С какой точки снято? Да, где, что это было тогда, когда сняли. И потом, когда уже появился опыт, такое определение фотографий, начал уже смотреть фотографии в книжках, фотографии в музеях. И потом просто смотрел на подпись, и мне вот так вот становилось иногда так обидно, что неправильно. Что не узнал? Нет, не узнал, а то, что не так относятся фотографии к источнику. То есть подписывают иногда неправильно. А, вот что. Да, так долгие годы происходит, что многие фотографии не хотят или не могут правильно проаннотировать. Кто-то подписал один раз неправильно, и потом за эту подпись берутся, и во всех этих книжках, когда проходит одна и та же подпись, неправильная информация. А что за место на фотографии, почему-то не хотят определять. Чуть позже мы об этом поговорим. Я хочу сказать, что в архивах телерадиокомпании Гомель нет фотографий с аукционов, но есть видеоматериалы, и в частности есть фильм с названием «Сражение за Гомель» производства Центральной студии кинохроники. И мы предлагаем вот буквально 2-3 минутки всем гомельчанам этот фрагмент. Творит Москва. Передаем приказ верховного главнокомандующего генералу армии Рокоссовскому. Войска Белорусского фронта, продолжая развивать успешные наступления, в результате смелого обходного маневра, сегодня, 26 ноября, овладели областным и крупным промышленным центром Белоруссии городом Гомель. Белорусский фронт Белорусский фронт Белорусский фронт Белорусский фронт Белорусский фронт КОНЕЦ 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 Юрий, мы посмотрели сейчас кадры кинохроники. Что могли обязательно узнать гомельчане по этим кадрам? Какие знаковые места Гомеля? Очень интересный источник – это кинохроника «Освобождение города Гомеля», которая показывает нам, каким предстал город Гомель 26 ноября 1943 года, что сохранилось от зданий, что было в парке в то время, что могут узнать гомельчане, увидеть по этой хронике. Собственно, парк, что от него осталось? Дворец. Дворец, руины дворца, коробка дворца сохранилась. Парк был сам испорчен захоронениями. В парке немцы устроили кладбище, очень большое кладбище, центральное кладбище в городе. Первоначально они сначала хоронили по всему городу, а уже с 1942 года все перенесли в парк наш, и тем самым испортив часть нашего культурного места. И то есть вот это вот место от крыла до Петропавловского… От северного крыла до Петропавловского собора. Собора было кладбище. Да, находилось центральное кладбище, называвшееся Хельденфридхоф. А также можно было увидеть и улицу Советская, и Кирова, электростанцию. Можно было увидеть… И вот Каланча, это на площади Ленина. Да, на площади Ленина, которая до сегодняшнего дня, к сожалению, не сохранилась. Хотя здание очень знаковое, потому что это было одно из двух зданий, в котором водрузили красное знамя при освобождении города Гомеля. Но, к сожалению, мы его уже сегодня можем только увидеть на фотографиях и на этой кинохронике. Юрий, ну вот у нас сегодня программа «Загадка». Очередной вопрос для наших телезрителей. Задайте, пожалуйста, я попрошу режиссера вторую фотографию на экран. Вот универмаг, да? Да, еще одна такая фотография. Вроде бы в центре. Скажу сразу, здание сохранилось. Правда, оно немножко выглядит иначе. И в нем сейчас нет универмага. Попробуйте, по скайпу, посмотрите, попробуйте угадать. Скажите, какое время это? Это как раз-таки конец 40-х, начало 50-х годов. Уважаемые телезрители, узнайте это здание Гомеля, где оно находится, что в нем сейчас. В самом центре города находится. Ваши версии 34, 22, 43. Вопрос номер 2. Победителю, естественно, пригласительный билет на две персоны. Юрий, мы продолжаем разговор. Город растет, расширяются улицы, появляются новые здания. Как вам, пусть и специалисту, обладающему определенными знаниями, умеющему расшифровывать, распознавать, удается привязывать фотографии тех лет к месту, о котором вы имеете только представление? Как вы устанавливаете, что именно это улица, именно это тот дом? Знаете, очень тяжелый вопрос. И здесь нужно не просто знание, хорошее знание истории города, его архитектуры, как современной, так и старой. Здесь еще нужно желание и любовь к истории города, усидчивость также необходимая. Потому что сидеть и смотреть в один кадр часами, а затем еще просматривать аэрофотосъемку часами, вычленяя из каких-то кадров мелкие-мелкие детали, которые могут помочь в поиске других фотографий и времен войны, и раньше, и позже, где можно обнаружить эти детали. Вот, к примеру, на коллаже небольшом, который составил верхнюю правую фотографию, искал, где же это было снято, фотографии. Потом нашел фотографию верхний левый угол. Видите, стрелочки показывают на одних и тех же людей. Да-да-да, платки и козы те же самые. Эти фотографии не были нотированы как Гомель. Никто не знал, что это Гомель. Что-то мне первый раз одну фотографию посмотрело, зацепило. Вот уже просматривая тысячи фотографий, уже начинает цеплять. Я это видел. Начинает цеплять. Вот глаза, опа, остановились. Так, нужно посмотреть, поискать дальше углубленные. Тут вторая фотография. Те же самые люди. Где эта фотография? Потом смотрю на стену здания. Две черные точки. Вспоминаю другую фотографию. С двумя черными точками. Да, с указателями. И эту фотографию я знаю. Это торговые ряды. То есть та фотография также снята в торговых рядах. То есть это 100% Гомель. Также мелкая деталь. Обратите внимание на защиту деревьев. Вот сейчас что-то подобное у нас на Советской, да? Мне кажется, вот именно такие металлические... То есть это уже было и в 30-е годы уже так делали. То есть такая преемственность у нас произошла. И вот видите, защита деревьев также совпадает. То есть это уже точно Гомель, улица Советская. Сначала гадал, что же это за здание такое. Если там торговые ряды, значит они где-то дальше ходили. То есть где-то вот рядышком должно быть. Искал, искал, потом понял, что это тоже те же самые торговые ряды. И только не прошли метров 10 вперед. То есть один немец сфотографировал, потом второй еще немец сфотографировал. И оставил такой небольшой... Это все немецкие фотографии. Да, это все немецкие фотографии. Вот сегодня на программе и мы стали немножечко историками. И позволим это сделать и нашему телезрителю, который дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть громче. И давайте знакомиться. Это снова Анатолий. Анатолий, очень приятно. Ну, для вас теперь вторая фотография. Просим режиссера. Ваша версия. Универмаг. Это здание сейчас. Там работают всякие депутаты, правительства. И она находится на перекрестке Советская-Крестьянская. Советская-Крестьянская. Вы имеете в виду здание, где находится управление, главное управление образования, наверное. А горы с полком вы имеете в виду? Ну, вот, которая напротив, это ресторан Батьки, которая... Ну, горы с полком. Горы с полком, да? Ну, где... да, получается. Ну, вы думаете, что это перекресток, одно из зданий на перекрестке Советская-Крестьянская. Правильно ли? Пока нет. Анатолий, но у вас есть шанс предложить следующую версию. Поэтому звоните, пожалуйста, 342243. Архитектура сохранилась? Вот какие-то детали сохранились у этого здания? Честно скажу, не сохранилось деталей. То есть здание было настроено еще четвертый этаж к нему. То есть раньше она была... первоначально было двухэтажным. Затем... На фотографии трехэтажная. На фотографии уже трехэтажная. А сейчас уже четырехэтажное здание. И весь декор, который был, к сожалению, его не сохранилось. Но на что нам нужно ориентироваться? Вот научите нас стать немножко историками, немножко исследователями. Вот на этот скошенный угол. Таких много в Гомеле. На что еще ориентироваться? На соседние дома, даже на дороги, на перекрестки. Все это очень важно. Даже на переход окон. Я так скажу по секрету, что здание рядышком с фотографией, центральное это здание, и рядышком слева здание, оно также сохранилось, оно также изменилось и вошло в это здание. И, кажется, переход окон... Юрий, возможно, ваши подсказки учел следующий наш телезритель. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Чуть громче вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, очень приятно. А вы узнаете это здание в Гомельское? А я думаю, что это перекресток интернациональной проспекта Ленина, где Беларусьбанк находится. Абсолютно правильно. Вот так. Быстро и четко. Как вы распознали? Вы историк? Нет, я не историк. Моя бабушка жила, вот смотрите, балкон на втором этаже. Она жила в этой квартире, то ли до войны, то ли после войны. Она мне рассказывала про это здание. Алексей, вам обязательно с Юрием нужно поговорить и с другими историками Гомеля об этом. Я думаю, что, может быть, они почерпнут еще какую-то информацию. Очень приятно. Спасибо вам огромное. Вы интересуетесь вот такими фотографиями старыми? Интересно вам, молодому человеку, рассматривать их? Да, мне интересны фотографии. Мало того, участвую я в одном таком историческом здании и долго его историю учил. Так. Но вы никоим образом не связаны с историей, да? Или все же профессионально? Есть подвальное помещение по улице Белецкого, 4. Так. В котором находится кафе со сводами. Да. Это наша компания. Помещение. А, вот. И мы когда там делали ремонт, тоже мы очень много чего интересного нашли. И пришлось вникнуть в историю очень глубоко. Угу. Вот видите как? Становятся профессионалами непрофессионалы, да? Или профессионалы в другом деле. Хотя в старом здании, кратко начинаешь интересоваться, что же это было за здание, а что там внутри, особенно подвалы или чердаки. Это такое... Алексею огромное спасибо. Я думаю, что может быть вот вам человек, пожалуйста, с которым тоже можно поговорить, который интересуется. И даже бабушка жила на втором этаже, вот как раз где тот балкончик. Случалось ли, Юрий, чтобы с помощью военных фотографий вы существенно корректировали или, ну, те сведения, которыми владели до того момента? Скорее даже не корректировать, а дополнять. Иногда даже и корректировать. К примеру, тот же аэродром, когда здание... Было много очень домов на аэродроме, двухэтажных, трехэтажных, больших капитальных построек, построенных еще до войны, где жил офицер. Вы называете аэродром какое место? Старый аэродром. Это улица Шилова, улица Советская, улица Малычука. Вот этот вот небольшой переулок, и часть домов из них сохранилась. Такая же Ченгарская дивизия тоже. Улица Ченгарской дивизии, там тоже сохранился дом, один летным составом. Так вот, на немецких аэрофотосъемках уже на двух, на 23-го, если не ошибаюсь, и 25-го октября на одном кадре есть все эти дома, на втором нет этих домов. То есть, что, когда они, почему они исчезли? Вроде бы еще до освобождения месяц, известно из истории, что немцы не собирались уходить с Гомеля, они собирались держать оборону. Ну, так как это был крупный и железнодорожный узел, наш город, и, собственно, аэродром там находился. И тут исчезает большинство этих домов. Что с ними случилось? Возможно, могла советская авиация накануне освобождения города Гомеля уничтожить инфраструктуру немцев, которую они использовали. И тут находятся фотографии немецкие, где немцы все прекрасно отфотографировали, все уничтожение аэродрома, начиная от обычных домов и заканчивая ангарами для самолетов. То есть, они все это сами сделали, все это подтвердили и задокументировали. Это одно. К примеру, некоторые аспекты дополняются такие, как, например, что находилось в отдельных домах, когда взрывали, например, мосты. Ведь, как я помню, еще с ранних таких студенческих лет, что в книгах писали, советская армия отступила, взорвала мосты и все. Вот что дальше было? Почему она отступила? Ведь фотографии, кстати, дополняют, они расширяют эти знания. То есть, не было просто такого отступления. Они взяли и переправились на левый берег Сажа и отступили дальше. А немцы знания оккупировали Гомель. Давайте подумаем. Говорят, город Гомель оккупирован 19 августа. В ночь с 19 на 20 августа. Оккупировали ли его тогда на самом деле? Либо это были бои. Просто поймите. Что такое Гомель? Это правобережная часть? Либо еще и Новобелецкий район? Ведь Новобелец к этому времени это была частью города Гомеля. А она продолжала держаться и дальше. То есть, здесь нужно изучать дальше, продолжать исследования и определиться. Когда же все-таки началась оккупация? 19 августа, в ночь с 19 на 20, либо немножко позднее. А вот этот период, небольшой отрезок, это были бои за город Гомель. То есть, продолжались. Были тяжелые бои. Ведь наши войска не успели взорвать все мосты. То есть, часть взорвали, что-то осталось. Один остался железнодорожный, они его подожгли. Немцы успели туда зайти. А также осталась часть переправ. Что-то успели взорвать, что-то не успели. Но из-за того, что линия обороны находилась прямо возле деревни Якубовка, там на аэроавтосъемке немецкой очень хорошо видна вся линия, все эти окопы. А они советские войска удерживали, смогли закрепиться на левом берегу. И еще продолжительное время оказывается противление. Но это сколько? Продолжительное время? Это дни? Недели? Нет, это дни. Но все равно. Это все задержало. То есть, не было такого бегства, отступления. Это была целенаправленная эвакуация, спланированная эвакуация. То есть, были локальные битвы и возле парка, и возле мостов. Есть немецкие фотографии, которые показывают очень интересный эпизод. К примеру, автомобильный мост от новобелицы к Гомелю через реку Сош. На немецком фотографии там видно, что наша армия оставила артиллерийский расчет, который прикрывал уходящие силы и обороняет ценой своей жизни. Он и погиб. Два человека, которые стояли за пушкой, сорокопяткой. Они отдали свои жизни в борьбе за наш город, за нашу родину. Не жалели ничего. То есть, готовы были пожертвовать. Это была отчаянная оборона, отчаянные дни, которые нужно знать. И вот таких фактов наверняка немало, которые открываются с помощью, казалось бы, немецких фотоснимков. Они все задокументировали. Это нужно тщательно изучать. Спасибо большое. Спасибо. Мы обязательно продолжим наш разговор после рекламы. Сейчас следующая информация. Ранее каждую среду, дорогие друзья, мы приветствовали в нашей программе финалистов первого областного конкурса «Мисс и мистер Гомельская область». Смотрели их видеоролики о малой родине. Сейчас эти ребята активно готовятся к финальному шоу, которое состоится 6 апреля в 17 часов в Гомельском драматическом театре. Организует и проводит это шоу государственное учреждение «Центр моды и красоты «Хрустальная нимфа» при поддержке Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета. Ну а сегодня мы говорим о малой родине с краеведом и историком Юрием Панковым. О деталях проекта первого послевоенного генерального плана реконструкции, восстановления Гомеля, а также об архитектурных потерях нашего областного центра в военные годы. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о малой родине. У нас в гостях историк-краевед Юрий Панков. Каждому гомельскому школьнику известно, что в результате жестоких боев, в период обороны и освобождения областной центр был практически разрушен. Мы прямо сейчас, Юрий, предложим нашим телезрителям фрагмент видеоматериала о взятии Гомеля из немецкой хроники. Пожалуйста, комментируйте, если что-то будете понимать. Первое мы видели, это площадь Ленина с Каланчи, это торговые ряды на заднем плане, это все площадь Ленина идет, оставлена разбита советская техника, это вход в парк. Немцы едут в сторону Прилитарской, это улица Советская. Разрушенные здания, да. Руины, просто руины, просто все дымится, разрушено. Вот проездки. Это какой-то барак двухэтажный был, это торговые ряды и вид на улицу Трудовую. Это гараж на улице Советской, возле 8 марта, напротив 8 марта находился и сожженные советские грузовики. Это колонна советских военнопленных, идущая по улице Советской. Ну, вот с короткого такого видеофрагмента, опять же, можно черпать и черпать информацию для тех, кому еще не знакомы эти пленки. Вы наверняка их изучили наизусть. Явно пропагандистского характера, показывающего торжество немецкого оружия. Очень много советских военнопленных. Немцы уже специально пытались это показать. Ну, они же победители, якобы. Юрий, уцелело всего несколько зданий. Я сказала, что это знает каждый школьник. Всех этому в школе учили. Какие именно это здания? Скажем так, что в центре города уцелело несколько зданий. Это, во-первых, дом коммуна, самый известный дом. Да, и вот посмотрите, даже стекла сохранились. Это еще довоенная фотография. А, довоенная. Это еще довоенная. Но, в принципе, стекла, конечно же, часть сохранилась, часть нет. Но здание главное, что осталась даже крыша. Остав этот, да. Его немцы пытались взорвать, но не успели. То есть повезло. Это дом специалистов по улице Кирова. Немецкая фотография. И сегодняшняя моя фотография. Это угол Кирова, угол Комсомольской, правильно? Да, рядом с Белгутом находится. Вот как он выглядел, как он выглядит сейчас. Это немецкая фотография, несовременная. Что еще? Это второй корпус университета имени Франциска Скарына, где когда-то я учился. Очень примечательное здание, очень примечательное, потому что в 1944 году в этом здании находилось правительство Белорусской Советской Республики. В здании пединститута имени Чкалова на тот момент. Да, находилось правительство. То есть когда-то, в неопределенный, очень небольшой период, Гомель была столицей БССР, пока не освободили Минск. Студентам будет очень интересно узнать это здание, которое сейчас находится на улице Кирова. Да. Правильно? А какие интересные с точки зрения архитектуры здания были безвозвратными потерями Великой Отечественной войны? Пожалуйста. Да, их было много, очень интересных. Это баня на улице Паралитарской, очень интересное такое эклектическое здание. Это гостиница Совой, также очень примечательное здание. На ее месте старый универмаг. Старый универмаг, проектировал архитектор Шибуневский. Это большая синагога, находившаяся на пересечении улицы Кирова, интернациональной трудовой. Сегодня это скверик рядом с техникумом дорожно-строительным. Ну, это лице, наверное, дорожно-строительное. Это Троицкая церковь. Ее окончательно снесли в 49-м году, не стали восстанавливать. А где она находилась? Она находилась на месте гостиницы СОЖ. Это перекресток советской и крестьянской. Архитектор Иван Дьячков. Это торговые ряды. Их разобрали уже во время оккупации. То есть не взорвали, их просто разобрали. Построены они были в конце 19-го века. А вот гостиный двор также он не сохранил. Сейчас его видно. Это уже начало 19-го века. Архитектор Джон Кларк. Ну, торговые ряды. Вот частично площадь Ленина. Это сквер Кирилла Туровского. Рядом с драмтеатром. Где сейчас памятник находится. Но немножко площади Ленина занимали. И занимали площадь Ленина. Да, то есть площадь немножко была другая. Какие полуразрушенные довоенные постройки восстанавливались после освобождения Гомеля прежде всего? Прежде всего старались восстановить административное здание. Это даже здание больницы. Во вторую очередь шли коробки, сохранившиеся от здания. То есть не сохранилась крыша, межэтажные перекрытия. Но зато остались коробки. И вот этот этап также делился. Не просто все подряд жилой фонд восстанавливали. А первоначально восстанавливали трех-четырехэтажную застройку на улицах Советской, Кирова и Комсомольской. Сегодня это проспект Ленина. А также на прилегающих улицах. То есть это были первоочередные дома. А затем уже на месте разобранных и неразрушенных домов строили новое жилье. Я так понимаю, что восстановление города это было делом всенародным. Я попрошу режиссера вывести на экран фотографии все на воскресенье. Да, абсолютно. Вы сказали, что это улица Советская, да? Да, это известный дом, известный на улице Советской. Это, наверное, вот напротив Зубренка. Да, напротив Зубренка, да. Может быть, на месте Зубренка, да? Здесь, как раз, на месте Зубренка происходит разборка завалов. Скорее всего, искали кирпичи целые, пригодные для того, чтобы восстанавливать уже другие дома. А кто именно трудился на стройках в первые послевоенные годы? Все трудились. И мужчины, и женщины приезжали из Советского Союза, из Мордовской ССР приезжали. Создавались знаменитые черкасовские бригады, куда входили именно женщины. То есть это было женское движение, появившееся в Сталинграде. И вот она... Вот эта фотография, вы ее подписали, бригада... Да, Азаровой. То есть женщина звали Азарова, была такая передовая черкасовская бригада за восстановление города. И даже за участие в восстановлении ей вручили, видите, даже знамя. Ну, также не стоит, конечно, не отрицать, что часть города восстанавливали немецкие военнопленные. Поделитесь, пожалуйста, еще интересными фактами, деталями проекта первого послевоенного генерального плана реконструкции и восстановления города Гомеля. У нас будет фотография. Ну, спросим у нашего режиссера, есть ли у нас этот план. Здесь есть небольшая фотография, пример, эскиза, как могла выглядеть парк и площадь Ленина. Видите, город, он должен был очень даже сильно измениться. Все, к счастью, скорее всего, не успели воплотить в жизнь. Должна была часть парка уйти, Кагальный ров, и там, где находится завод имени Кирова, находился уже завод имени Кирова, по проекту должен был быть стадион. Ну, из всего того, что проектом центра, именно центральной части площади и парка, мы видим, что был воплощен только проект театра, драматического театра. Хотя театр должны были построить еще до войны, а в 1941 году уже была подготовлена площадка под строительство, но грянула война, и проект не осуществили. Хотя, не странно, очень даже интересно, что те дома, которые начали строить перед войной или реконструировать, их закончили уже после войны. Тот же самый вокзал, вот сегодняшнее здание вокзала, кажется, что здание послевоенное, 43-го, хотя нет, это еще тот самый вокзал, дореволюционный, конца 19-го века. Его в мае 41-го года начали реконструкцию, сняли крышу, начали строить второй этаж, грянула война, и уже немцам даже предстал такой полуразрушенный вокзал. И уже сразу после войны его продолжили реконструировать. Очень интересно. Это мало кто знает, но оказывается это так, что в основе лежит первоначальный вокзал, его никто не разрушил, никто не снес. Спасибо вам огромное. Еще один вопрос у меня такой. Где в Гомеле или, может быть, в каких населенных пунктах Гомельского района, Гомельской области, вы ощущаете соприкосновение ваших профессиональных интересов и душевных порывов? Есть такие места. Я вам говорил, что, например, моя малая родина – это Гомель, потому что я здесь родился. Например, мои родители происходят из Ветковского района, из выясненных деревень, Амельное, Подкаменье, а также Старое Закружье. Вот там меня тоже тянет историческое исследование. Деревня совершенно неизвестная, почти никому неизвестная. Там, кстати, до сегодняшних дней в Чернобыльской зоне сохранилась усадьба. Деревянная усадьба, принадлежавшая Долгосабуровым. Это соратники Николая Петровича Румянцева. Скажу по секрету, никто про эту усадьбу и не знает. Спасибо. Я фотографии выкладывал в интернете на краеведческих сайтах. Ну, помимо этого, все, больше никто и так и не смог найти, потому что мало кто знает. Это мои исследования. То есть то, что я искал информацию, так получилось, что я нашел, показал, что есть. Больше никто этим не интересовался, не знаю почему. Ну и плюс усложняет исследование то, что это уже Чернобыльская зона, закрытая зона. Скажите, какие места в Гомеле вы обязательно советуете посетить каждому гомельчанину? И на какие детали нужно обращать внимание? У нас буквально минутка другая. Минутка, но давайте так быстрым парком. Мы не будем затрагивать центральные улицы. Что касается центра, можно спокойно прогуляться по улице Комиссара. Очень живописный район. С одной стороны река Сож, с другой стороны архитектура. Это и старые дома конца XIX века, и красивейшие больницы, построенные архитектором Шабуневским. Две, которые сохранились до наших дней. А также самое старое здание в Гомеле, это Иллининская церковь. Также следует, можно прогуляться по улице Пушкина. Это также живописное место. Если просто гулять и смотреть на архитектуру зданий. На что обращать внимание? Гулять не значит просто пройтись. Это идти и смотреть на эти все живописные архитектурные памятники, которые пережили войну, которые содержат свою историю, которые когда-то известные люди жили, строили. Также упомяну Костяковку. Вообще очень такое интересное место. Мне оно очень нравится, так как в нем все сохранилось на начало 30-х годов. Все эти здания, центр, очень живописный центр, где все исторические памятники, они сошлись въедино. А если кто хочет прогуляться по старинной брусчатке улицы, которая сохранилась еще с тех лет, это улица Лещинская. Там брусчатка до сих пор еще одна, единственная в городе осталась. Можно уже летом в хорошую пору посмотреть, почувствовать на себе, чтобы многие прочувствовали, как это было гулять 100 лет назад гамильчанам, когда большинство улиц было вымощено брусчаткой. Только обувь нужно выбирать на плоском ходу, правда? Какого стоит, да. Совсем другие ощущения. Спасибо вам огромное за подсказки, спасибо вам за ту информацию, которую вы сегодня предоставили. Осталось несколько фотографий, просто не дошел ход. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы вот буквально хотя бы по нескольким рассказали, обратили внимание на какие-то детали. Ну давайте попробуем показать. Вот так выглядели фотографии. То есть сегодня представим фотографии... Это оригинал. Это все оригиналы. Этой фотографии 101 год. Она снята была немцами во время первой оккупации в 1918 году. И на ней мы видим самую знаменитую гомельскую конку, которая упоминает и историки, и источники начала 19 века. Конка. Вот так выглядит конка. Это как... Немцы во время оккупации называли его омнибус, что приводится как автобус. То есть первый такой общественный транспорт города Гобеля. То есть были определенные маршруты. Это же не как такси, куда захотел туда поехать, а конка ходила по определенному маршруту. К примеру, Гобель-Белицын ходила вот такой незамысловатый маршрут, и немцы сфотографировали этот омнибус в Новобелице, о чем подписали. Спасибо. Еще... Так, следующее, это уже небольшая, это уже открытка, также немецкая, также 1918 года. На ней изображен мостик через Лебединое озеро, когда это была речка Гомиук. Немцы стоят на фоне моста. Кстати, фотографию, не странно, нигде ее не видел в публикации. То есть ее еще тоже... Открытка. То есть открытка, это отличие от фотографии, это массовый материал, его очень много, но почему-то нигде еще не было. И есть еще одна фотография, тоже оригинал. Да, этот оригинал уже 1941 года, кратко самое-самое начало оккупации. Немец забрался на колокольню Петропавловского собора, тогда это был атеистический музей, в те годы. Забрался, чтобы сфотографировать колонну, которая застряла на площади Ленина из-за того, что немцы не успевали восстановить переправу через реку Сош на Киевском спуске, то, что советские войска держали оборону, уничтожали мосты, старались уничтожить переправу. И вот эти фотографии показывают, что такая скопилась колонна, большая в ожидании, когда же построят эти переправы, чтобы можно было переправиться на другой берег реки и продолжать наступление в борьбе с нашими войсками. – Благодарю вас, Юрий, за интереснейший рассказ, за то, что вы помогли разобраться, где мифы, где легенды, а где были и реалии. Желаем вам новых открытий. Надеюсь, вопросы у нас для телезрителей остались, поэтому надеемся, ну, как минимум, хотя бы еще на одну встречу в эфире. – Спасибо за приглашение. – Дорогие друзья, ну а я хочу сказать, что в следующую среду в эту студию поговорить о Малой Родине мы пригласим победителей первого областного конкурса «Мисс и мистер Гомельская область», а также руководителей государственного учреждения «Центр моды и красоты «Хрустальная нимфа». Напомню, финальное шоу конкурса состоится в субботу, 6 апреля, в 17 часов в Гомельском драматическом театре. Дорогие друзья, встретимся с вами через неделю и обсудим тему Малая Родина. Готовьте ваши звонки, готовьте ваши высказывания на эту тему. С вами была Елена Троценко. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова